В Украине после победы Евромайдана все чаще звучат опасения о расколе страны. Так, в Севастополе участники многотысячного народного схода заявили, что расценивают происходящее в Киеве как государственный переворот и отказываются подчиняться новым властям. Пришедшие на Вече люди отстранили главу администрации города, выбрав себе нового мэра. Им стал бизнесмен Алексей Чалы, гражданин России. На митинге звучали пророссийские лозунги. Манифестанты призывали Москву присоединить к себе Севастополь и весь Крым. В городе были сорваны украинские флаги и водружены российские. Напомню, после исчезновения Виктора Януковича СМИ сообщили о том, что он сначала отправился в Харьков, а затем в Крым. Позже появилась информация, что его пытаются вывезти из Севастополя на российском боевом корабле. Украина, между тем, оказалась на грани дефолта. Экономика страны катится в пропасть, а в госказне практически не осталось денег. Граждане, напуганные последними событиями, выстраиваются в очереди в продуктовых магазинах и банках. Крупные инвесторы выводят свои активы, а возможная помощь от Международного валютного фонда может ослабить национальную валюту. В непростой экономической ситуации, в которой оказалась Украина в результате противостояния власти и оппозиции, разбирался мой коллега Владимир Унанянц. Украине необходима срочная помощь, чтобы спасти страну от банкротства. Об этом сообщил еврокомиссар по финансам Оли Рен в кулуарах встречи глав профильных ведомств Центробанка в стран Большой Двадцатке в Сиднее, пишет британская газета Financial Times. По словам комиссара, помощь должна составить миллиарды евро. При этом Кристин Лагард, возглавляющая Международный валютный фонд, отметила, что для предоставления этой помощи необходимо, чтобы в стране стартовали экономические реформы. Понимают это и в Киеве. Он давным-давно говорил, что готов дать деньги, но только лишь в одном случае, на пакет реформ, которые должны быть проведены. Потому что деньги просто так давать, которые неизвестно как будут потрачены, не имеет смысла. Деньги даются только лишь с пониманием того, что они будут эффективно использованы для того, чтобы экономика вновь и жила. Меры по стабилизации украинской экономики намерен обсудить в Киеве верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кэтрин Эштон. ЕС ранее уже заявил, что готов оказать Украине финансовую помощь, но лишь при условии, что Киев заключит соглашение с МВФ. Впрочем, другого выхода у взявших власть оппозиционеров, похоже, нет. Исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов заявил, что в госказне средств нет. На государственном казначейском счете отсутствуют средства вообще. То, что оставили нам Янукович с Азаровым, трудно назвать даже разрухой. На фоне подъема в мировой экономике украинская катится в пропасть и находится в преддефолтном состоянии. По словам Турчинова, в ближайшие дни в Верховной Раде будет создано парламентское большинство, которое сформирует новое правительство Украины. Его главной задачей будет остановить сползание страны в пропасть, стабилизировать валютный курс, гарантировать своевременные выплаты зарплаты, пенсии, вернуть доверие инвесторов, а также способствовать развитию предприятий и созданию новых рабочих мест. Но это пока только декларация. Страна продолжает погружаться в кризис. Долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте понизился до преддефолтного уровня с негативным прогнозом. Инвесторы уходят из Украины, потому что просто не знают, с кем вести переговоры и насколько устойчива правовая база ведения бизнеса в таких условиях. Именно это и спровоцировало панику и дефицит наличности, считают аналитики. Впрочем, условия, на которых МВА выдают кредиты, могут еще больше ослабить национальную валюту. Кроме того, сейчас в стране нарушены внутрипроизводственные связи между Востоком и Западом. Сейчас рост ВВП Украины обеспечивается в основном Востоком страны, где сосредоточено основное производство. Поэтому западным регионам сценарий федерализации крайне невыгоден. Вместе с тем, пока невозможны и полные объединения западных и восточных регионов, устремленных в своей политике в разные стороны. Так что, отмечают наблюдатели, кто бы ни пришел к власти, это должен быть сильный лидер, который сможет восстановить разваливающуюся экономику и наладить связи с внешними партнерами. Ведь в случае отсутствия финансовой помощи извне, долговой рейтинг страны продолжит снижаться и, в конце концов, приведет Украину к техническому дефолту. Владимир Унанянц, RTVI Приговор фигурантам болотного дела за Москворецкий суд Москвы сегодня огласил вердикт в отношении участников массовых беспорядков 6 мая 2012 года. Семеро подсудимых получили от 2,5 до 4 лет колонии. Еще одна обвиняемая, Александра Наумова, приговорена к условному сроку в 3,5 года. Пока шло оглашение вердикта, у стен суда проходила акция протеста. Начались задержания. В автозаках оказались около 200 человек. Продолжить акцию оппозиционные активисты решили на Манежной площади. Подробности в наших следующих выпусках новостей. Я надеюсь, что мы, граждане, сможем вдохновиться тем, что это реально убирать ненравящихся нам царей. Это реально. И я надеюсь, что именно со стороны гражданского общества влияние будет позитивное. Правительство Египта подало в отставку. Это решение было принято в ходе сегодняшней встречи министров. Как сообщают местные СМИ, заседание Кабмина продолжалось всего 15 минут. Следует отметить, что в состав этого правительства входил и командующий вооруженными силами Египта фельдмаршал Абдельфата Хассиси. Министр обороны ранее намекал, что намерен бороться за пост президента. Но для участия в выборах, которые пройдут в апреле, он должен был сложить с себя министерские полномочия. Ожидается, что официально о своих президентских амбициях Хассиси, считающийся фактическим правителем Египта, объявит в ближайшие дни. Ну что ж, на этом у меня все о развитии событий. В следующих выпусках у моих коллег. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.